Всем привет, с вами снова Алина и давно мы с вами не болтали про какие-то шмотки, про покупки, я решила это исправлять и сегодня покажу вам свои самые любимые классные покупки за это лето, точнее лето уже скоро заканчивается, но все эти шмотки я очень сильно полюбила и многие из них активно носила, но также покажу что-то совсем новое, то что померяю буквально первый раз специально для видео, точнее скорее второй раз. В общем, все сегодняшние вещи я заказала на сайте гипюр, заказывала по интернету, потому что это онлайн магазин и конечно вы знаете, что всегда когда я что-то заказываю в интернете, я использую свой любимый и проверенный кэшбэк сервис мегабонус, с ним можно вернуть до 40% от наших покупок. И вы прекрасно знаете, что всегда когда я делаю покупки в онлайн, я использую расширение мегабонус, тем более что они его кстати сейчас очень классно прокачали, я могу поставить например уведомление о снижении цены на какой-то понравившийся мне товар, чтобы не стать жертвой манипуляции продавцов, короче я всегда знаю когда цена на товар упадет. А еще теперь я сразу в поисковиках Яндекс и Гугл вижу в каких магазинах есть кэшбэк и какой процент, так что мне не нужно заходить на каждый сайт отдельно и проверять это. У мегабонус сейчас проходит очень простой и крутой конкурс, достаточно совершить любую покупку от 1 рубля по промокоду, который вы видите на экране, и победитель, который будет выбран рандомным образом, получит самый высокий процент по кэшбэку до конца года. Ссылку на мегабонус и сам промокод я обязательно оставлю в описании, чтобы вы как и я могли экономить, когда совершаете покупки в интернете. В общем давайте не буду тянуть и сразу покажу вам те вещи, которые я заказала с сайта Гипюр. Первая вещь, которую я хочу вам показать, это вот такой вот просто бомбический костюмчик, который состоит из кроп-топа и длинной, ну точнее я бы не сказала, что это длинная юбка, она просто на завышенной талии, и за счет этого в принципе сдалека смотрится как будто бы я в платье, но боже мой, посмотрите какой роскошный принт в стиле Дольче Габбана, как же он классно смотрится на загорелой коже, я летом чуть-чуть все-таки подзагораю, даже если никуда не еду. Это мой любимчик, это мой фаворит, всегда когда я надеваю этот костюмчик и иду куда-то, все спрашивают, боже мой, откуда эта вещь, и никто не верит, когда я говорю, сколько этот костюмчик стоил, потому что да, ткань я признаюсь здесь все-таки немножко тоненькая, но он не просвечивает из-за вот такого вот необычного яркого рисунка, поэтому это не выглядит, знаете, как-то дешмански, очень хорошо сел именно по моей фигуре, вообще у меня есть какая-то суперспособность, я последнее время научилась хорошо заказывать вещи по интернету, и они на меня прекрасно садятся, несмотря на то, что у меня там нестандартный рост, и в принципе не все модели предусмотрены именно на меня. И я его уже, наверное, заносила до смерти, по-моему, на всех мероприятиях, на которых я была, таких более или менее крупных, я надевала этот костюмчик. Вторая вещь, которую большинство видели в моем инстаграме и далеко не на одном посте, я была в ней на премии NYX Face Awards, в общем, это вот такой вот костюм, хотя визуально это смотрится как платье, он состоит из такой вот длинной полупрозрачной юбки с объемными аппликациями и боди. На самом деле, я долго думала, какой цвет выбрать, там на сайте были разные, но мне понравился именно желтый, потому что чего-то желтого на лето у меня не было. Да, юбочка просвечивает, и, например, гулять по городу в этом костюме, конечно, как-то было бы странно, но на вечерние мероприятия, на какие-то ивенты просто бомбовски. Многие сравнивали меня в этом платье из Белли с красавицей и чудовища, и, если честно, мне это польстило, потому что, во-первых, мне нравится Белль, а, во-вторых, мне нравится этот костюм. Да, он тоже недорогой, не скажу, что тут потрясающая какая-то дорогая ткань, нет, но при этом визуально он смотрится очень эффектно, красиво, не только за счет цвета, но за счет того, что есть такие вот объемные аппликации. Еще одна вещь, про которую тоже очень часто спрашивают в моем инстаграме, это замшевый розовый такой вот в пудровом оттенке костюм, я от него без ума. Все мои, по-моему, одни из самых популярных фоток в инстаграм за последнее время сделаны в этом костюмчике, уже даже какие-то приколы на этот счет, потому что со стороны может показаться, что я в этом костюме даже сплю. Он удобный. Честно, для меня очень важно, чтобы одежду было удобно надевать, юбку безумно удобно надевать, потому что она просто на резинке, она обтягивает, я сейчас вроде в форме, там все дела. Поэтому мне нравится носить обтягивающие вещи. Я ношу этот костюмчик с вот этим кроп-топом, в котором, собственно, сейчас сижу на камере. Если вечером прохладно, то я накидываю этот розовый пиджачок, если нет, то могу обойтись просто юбкой, надеваясь с пудровыми босоножками, тоже в такой же гамме. У меня сумочка в подобном цвете, короче, я вся такая нежно-пудрово-розовая. Ну и, конечно, его большой плюс заключается в том, что я могу носить его не только летом, но также оттянуть удовольствие на осень, потому что рукава здесь длинные, а замша, в принципе, у меня ассоциируется с чем-то скорее даже осенним, чем летним. В общем, ношу летом, буду носить осенью. Еще только что я поняла, что я очень странный человек, потому что логичнее было бы начинать именно с вот этого вот полосатого льняного костюмчика, потому что я сейчас сижу в шортах от него, вот это вот пиджак. И это тоже вещь, которую я ношу очень часто. Она супер летняя, легко одевается, и сегодня, собственно, по делам я ходила в этом костюмчике, также сочетая его с базовым белым кроп-топом. И вообще, в принципе, вы знаете, что лен сейчас в тренде, полосатый лен вообще супер актуален. Конечно, я заметила, что очень много блогеров купили этот костюмчик на сайте Гипюр. Ну, что делать? Классные вещи, на них, собственно, все глаз сразу и кладут, и я не стала исключением. Тоже повелась на этот костюмчик, мне нравится такой нежно-голубой цвет в сочетании с белым, и то, что в нем абсолютно не жарко, шорты не обтягивающие, шорты на завышенной талии. Летом я люблю пожрать немножко, извините за выражение, вечером, поэтому такие шорты могут скрыть какие-то дефекты моего правильного питания, которого нет. Также я заказала спортивный костюмчик, кофточку вы уже, по-моему, могли видеть в одном из моих видео, где я забыла оторвать вот эту вот пластиковую штучку, и многие в комментариях мне об этом напомнили. Что поделать? Я слепой крот, и могу с этой штуковиной ходить очень долго. Костюм очень стильный, он красивый, я не ожидала, что на сайте Гипюр вообще продается какая-то спортивная одежда. Сейчас постоянно ношу его на тренировки, потому что в штанах мне жарковато, летом хочется надевать шорты. Они довольно короткие, потому что я высокая, и, соответственно, шортики выглядят еще короче, но при этом они не смотрятся, как будто бы я в трусах бегаю, просто обычные шорты. Мне понравилась очень майка, потому что по бокам здесь как бы сеточка, и при этом сочетание такого серого с красными вставками, мне кажется, очень стильным. Это то, что мне было прямо актуально этим летом, потому что я снова пошла в тренажерный зал, и решила обновить свой вот такой вот спортивный гардероб. Так что могу сказать, что этот серый спортивный костюмчик уже стал моим фаворитом, и был уже со мной далеко не на одной тренировке. Я, по-моему, в нем уже, наверное, месяц тренируюсь. Да, где-то так. Следующая вещь, это такой вот ромпер-комбинезончик, не знаю, как правильно сказать. В общем, он тоже льняной, и тоже такой в голубой и белой гамме. Я думаю, вы заметили, что в этом сезоне мне эта гамма очень импонирует. Так что я не могла пройти мимо него. Я очень люблю комбинезоны именно с шортами летом. Мне кажется, это безумно удобно, потому что юбки у меня бывают задираются, в них как-то удобно не сядешь, а комбинезоны, ну, лучшая одежда для лета, на мой взгляд. Конкретно в нем мне очень нравится, что внизу есть такая вот вышивка, но она не привлекает к себе очень много внимания, потому что она находится внизу. Наверху я его ношу на приспущенных плечах, мне кажется, что это смотрится более женственно, как-то красивее. Короче, тоже твердая пятерка этому комбинезончику. Я не скажу, что это мой самый любимый там предмет гардероба за лето, потому что все-таки те вещи, которые я показывала раньше, это однозначные любимчики. Но тоже вот так вот просто быстро надеть и побежать. Вообще, нисколько не жалею, что заказала. Следующая вещь, которую я еще не успела по достоинству оценить, это такое вот платье с необычными красивыми рукавами. Оно в нежно-розовом оттенке, но не носила я его, потому что в нем все-таки жарковато. Оно довольно плотное не для лета, скорее это на весну, начало осени. Тем более, что это синтетика, я бы просто сварилась в нашу ростовскую жару, если бы решила куда-то прогуляться в этом платье. Не скажу, кстати, что оно село прям безумно идеально среди всех вещей, которые я показывала вам раньше и которые покажу дальше. Оно, наверное, не самое удачное, но и не самое плохое. В целом, я не жалею о том, что я его заказала. Выйти в нем куда-то вечером, думаю, будет очень хорошо. Но, правда, я не смогла пройти мимо этих рукавов. На фотографии мне показалось, что платье суперпотрясающее, но живу просто хорошее. Не буду вам рекомендовать прям всем поголовно его заказывать, но плохим назвать его тоже не могу. Думаю, с правильными аксессуарами оно может смотреться очень даже выигрышно. И напоследок я ставила три потрясающие коробочки. Это не типичная упаковка для сайта Гипюр. Это лимитированная коллекция садовская для Гипюр. В общем, это льняные вещи, выполненные дизайнером. Когда я впервые увидела эту коллекцию на сайте, мне сначала показалось, что это очень этнически для меня. То есть, ну, я такие вещи не надену. Но я решила попробовать и заказала три вещи. То есть, соответственно, мне пришло три коробочки. И, в принципе, например, если бы я кому-то на подарок заказывала такой вот тунику комбинезон, я думаю, было бы приятно получить что-нибудь в такой коробочке. Лично я очень сильно люблю получать что-то в красивой упаковке, будем честны. Итак, что же у нас в этих коробочках? Во-первых, я хочу показать вам костюмчик, который состоит из такого вот необычного топа. У него наверху завязочки, рюши, все, кстати, из натурального льна. Очень, что актуально для лета, как я уже говорила. И на низ нам предлагается вот такая вот юбочка на завышенной талии. Но могу сказать, что сам костюм смотрится довольно нарядно. То есть, я не представляю, чтобы я, например, просто надела его и пошла гулять. Нет, он смотрится все-таки немножко с претензией на какое-нибудь мероприятие, либо вечером выйти посидеть на летней веранде. Но, в принципе, можно сказать, что как раз-таки для этих целей я этот костюмчик и заказывала. Так что жду субботы, чтобы ворваться в нем погулять. Второй льняной костюм из этой коллекции я заказала в полностью черном цвете. Он состоит из такого вот необычного кроп-топа. Здесь тоже такие баланы, такие рюши, все это изо льна. Смотрится, конечно, так же, как и предыдущий костюм, все-таки нарядное и не повседневно. И шорты тоже на завышенной талии. Они довольно короткие, потому что, здравствуйте, я высокий человек. Но, в принципе, это все не смотрится как-то мрачным, несмотря на то, что, повторюсь, цвет черный. Вот эти вот валанчики все смягчают и все делают более мягким. И я поняла, что могу носить это не только в качестве костюма. Могу отдельно носить шорты и могу отдельно носить этот кроп-топ, например, с каким-то белым низом. В общем, можно экспериментировать. И давайте покажу вам последнюю вещь из этой коллекции. И, в принципе, последнюю вещь из моего заказа с сайта GIPUR. И это такой вот белый комбинезончик. Он с такой вот этнической вставочкой. Также тут по низу идут черные полосочки наверху. В общем, могу сказать, что он красивый, интересный, но мне коротковат. Точнее, он мне не по росту. Ну, я могу в нем, конечно, куда-то пойти. У него сзади завязки. Тоже вот эти вот валаны, которые присущи этой элементированной коллекции. Очень хорошего качества лен. Мне нравится. Но жалко, что вот так вот вещи делаются не на супервысоких людей. Что могу сказать? Это были все вещи, которые я хотела показать вам сегодня из моего заказа с сайта GIPUR. Как видите, все очень бюджетное, демократичное. При этом супер стильное. То есть, первые вещи вообще я там носила, не снимая. Лимитированная коллекция GIPUR для Садовской меня тоже приятно удивила. Потому что, когда я хотела заказать что-то оттуда, я сначала думала, что ну нет. Ну, мне вообще ничего не понравится. Потому что на фотках все смотрелось реально очень этнически. А вживую все оказалось совсем по-другому. Вот что все-таки значит восприятие фотосессии, которые проводятся для сайтов. Им верить, наверное, не нужно. Нужно как-то сразу представлять вещь на себе. И я стараюсь сейчас так делать. В общем, если вам понравилось это видео, вообще нравятся какие-то покупочки, распаковочки, вообще смотреть то, что я покупаю, то можете поставить в этом видео большой палец вверх. Мне будет очень приятно. Я обожаю, когда вы как-то реагируете на мои ролики, там оставляете комментарии, большие пальцы вверх. В общем, кайф. Но если видео вам не нравится, то тоже ничего страшного. Можете смело ставить дизлайк, потому что мне важна любая ваша реакция, даже если она будет негативной. Ну, конечно, положительная была бы приятнее. Подписывайтесь на мой инстаграм. Я обновляю его каждый день. И у меня там сейчас проходит неделя розыгрышей. Я разыгрываю всякие ништячки для вас. То есть, совместно с какими-то другими компаниями разыгрываю свои какие-то ништяки. В общем, решила в августе много чего вам там классного раздавать. Так что, я думаю, это хороший повод подписаться. Ну и, конечно, самое главное, не забывайте подписываться на мой канал и нажимать на колокольчик, чтобы не пропускать мои следующие видео. Ну, а с вами была Алина. Увидимся в следующем ролике. Пока! Господи, когда же это все переносить? Реально, мне нужно лета 365 дней в году минимум.